Украина никогда не примет какие-либо ультиматумы Российской Федерации, а попытки Москвы создать новые линии разграничений или ослабить международную поддержку обречены на поражение, заявили сегодня в Министерстве иностранных дел Украины после обнародования так называемых первых результатов псевдореферендумов, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Центральная избирательная комиссия Украины осудила организацию проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и призвала мир не признавать их результаты. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли накануне, на заседание, которое проходило в онлайн-режиме. Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, установленное Конституцией, а также нарушение ряда международных актов, в частности Устава Организации Объединенных Наций, проведенные с 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, так называемые референдумы юридически ничтожны. По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти сфабриковали результаты фейковых референдумов еще в начале сентября этого года. Проведенное так называемое голосование всего лишь театральное представление, постановочное шоу, чтобы показать нужную картинку на российском телевидении. Поздравляем вас! С нормами Уголовного кодекса Украины. Но коллаборантов, которые сотрудничают с оккупационными властями, не так много, как кажется, говорит глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Организаторы этого пропагандистского действа пытались заманить людей на участки с помощью гуманитарки, но план не сработал. Тогда так называемый референдум сам пришел в дома и квартиры жителей оккупированных территорий под дулом автомата. Вот так у нас ходят под дулом автомата и заставляют подписывать. Пускай весь мир не верит, мы за эту Россию не собираемся голосовать. Мы Украина и будем Украиной. Никого не интересует твое мнение. Просто ты должен поставить эту птичку. Возможно, тебе поставят, даже за тебя ее поставят. Без паспорта. Вот мы сидели, мы прятались, мы не включали свет с 8 утра до 8 вечера, чтобы никто не видел дома мы или нет. Сидели тихо, как мыши. Тем временем власти оккупированных территорий читались о почти 100% поддержке аннексии. Москва собирается рассмотреть вопрос вхождения оккупированных областей в состав России уже 4 октября. После этого может начаться обязательная паспортизация. Нельзя принимать российское гражданство. Это создаст правовую коллизию, очень серьезную в перспективе. Когда был оккупирован Крым, была процедура. Вы либо берете гражданство, либо отказываетесь от него. Форма игнорирования не была предусмотрена. И те, кто не приняли гражданство, но и официально не отказались, в частности Олег Сенцов, имел потом проблемы в судебном процессе. На территории Российской Федерации Россия признавала его своим подданным, своим гражданином своей юрисдикции, несмотря на то, что у него формально даже не было паспорта. Чтобы не стать заложником ситуации, украинские власти призывают жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей выехать на территории подконтрольной Украины. Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил наказание за получение паспорта РФ на оккупированных Россией территориях Украины.